Как и заменился Южно-Сахалинск. На дворе лето 20-24. Погнали! Развилась инфраструктура, дороги, город Южно-Сахалинск сам расцвел. Значит, Южно-Сахалинск у нас расстраивается, строятся новые микрорайоны. Несмотря на санкции, Япония не дружественная страна. Паром будет ходить. Как видите, здесь убрали всю наружную рекламу, нет ни одного баннера. И только согласно дизайну кода должны быть световые вывески в виде букв. Быковские пороги – это целая лестница небольших каскадов, которые плавно переходят в небольшой водопад. Гора Лягушка – одна из самых известных достопримечательностей Сахалина. Гигантская устрица, остров Сахалин, озеро Бусе. Приятного аппетита! А перед началом просмотра не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Сахалин, как и Камчатка, сейсмо-активный регион. И больше пяти этажей строить было нельзя. Сейчас строят по новым технологиям. Уже восьмиэтажные дома. Я сейчас в городе Корсаков. Район называется «Семь ветров». Здесь во дворе детская площадка, такая симпатичная баскетбольная площадка, детская. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эти дома. Южно-Сахалинск Южно-Сахалинск у нас расстраивается, строятся новые микрорайоны. Здесь на выезде с Южно-Сахалинска в Христофоровке граница города раньше начиналась, где пост ГИБДД. То есть была табличка «Въезд в Южно-Сахалинск». Сейчас вот здесь, значит, строят новый микрорайон, жилой массив. Тут планируется, что будет садик, школа. И, значит, официально границу города перенесли, то есть по трассе, как ехать в сторону Корсакова, табличку «Южно-Сахалинске» передвинули аж до перекрестка Сахалинской трассы, почти что на 2 километра. То есть этот город официально, проспект Мира, Южно-Сахалинск в длину увеличился почти что на 2 километра. То есть Сахалин как бы строится и Южно-Сахалинск расстраивается. На самом деле, как бы сейчас в Дальний Восток очень много вливают денег. Тот же аэропорт, спорткомплексы, соответственно. Наверное, хотят, чтобы люди сюда ехали не только отдыхать, а именно здесь, чтобы здесь уже кто-то оставался. То есть, чтобы регион развивается, чтобы здесь люди были, чтобы не стоял на месте. Интересно, сколько здесь будут строить... Какой? Да я... Это? Да. А это вообще гостиница, собираюсь. Гостиница? Да. Если кто знает, сколько будут стоить здесь квартиры, то напишите в комментариях. Говорят, что еще до строительства однокомнатная квартира стоила 6 миллионов. Ну, Сахалин удивил меня с приятной стороны. 15 лет назад я тут работал. Ну, а сейчас посмотрел все с другой точки зрения, как турист. Все очень здорово. То есть, Сахалин развивается. Развилась инфраструктура, дороги. Город Южно-Сахалинск сам развел. Корсаков в том числе. То есть, все только в приятную сторону. Мы сейчас с вами находимся на улице Горького с перекрестком до пересечения с улицы Больничной. То есть, эта улица Горького, она тянется с юга на север по восточной стороне города. Она как бы очень сильно разгружает проспект Мира, центральную улицу. То есть, когда пиковая нагрузка на улицу, это плотный трафик, очень от пробок, простыми словами. Если буквально несколько лет назад улица Горького была сделана, заканчивалась только с перекрестком, с пересечением с улицы Есенина, то сейчас она до Больничной построена. И так сейчас идут, вы видите, строительные работы идут. Ее сейчас будут продлевать до поселка Зима, а в планах продлить его до Охотской трассы. То есть, это очень сильно разгрузит город. То есть, как вы видите, у нас как бы строительство идет, город расширяется, строятся дороги, дома, жилые массивы. Это как бы заслуга администрации местной, то и губератора, да, в частности, я думаю. Наша Сахалинская администрация, Южно-Сахалинская, в прошлом году внедрила, так сказать, дизайн-код улиц. Это значит, решили согласно дизайн-коду, то есть, все дома выполнить, сделать ремонт, наделку фасадов в одном архитектурном стиле, с выдержкой, чтобы подчеркнуть, как бы, деловой оборот города, как бы, вот. И выполнили ремонт всех фасадов в таком стиле, как сталинская советская архитектура, от улицы Поповича до Сахалинской. Значит, как видите, здесь убрали всю наружную рекламу, нету ни одного баннера, и только согласно дизайн-коду должны быть световые вывески в виде букв. Вот так вот сделали, вроде задумка неплохая, нету, как бы, рекламы, какой-липистой, некрасивой. Ну, и фасады предоставили в прядок, поставили умные светофоры, сделали пешеходные переходы новые. Это вот экспертальный участок по улице Ленина, от Поповича до Север, до Сахалинской. Называется, как бы, дизайн-код. Находящийся в улице Сахалинской, в районе улицы Украины, здесь раньше был окраина города, улица Украинская. Здесь построили большой жилищный комплекс. Буквально это все сделали за несколько лет, а раньше это была окраина города, улица Украинская. То есть, по сути, если сравнить с Камчаткой, это примерно как микрорайон, жилой микрорайон Северо-Восток. По сути, здесь это тоже можно назвать Северо-Востоком, так как он находится на севере города и, ну, соответственно, на восточной крайней стороне его. То есть, по сути, это как бы Камчатский Северо-Восток, только у нас Южескалинский. Микрорайон называется Уюн-Парк и, обратите внимание, название улицы Владимира Жириновского. Ребят, я заселился, давайте проведу для вас небольшой рум-тур. Гостевой дом Третья Пать, цена за номер 3,5 тысячи рублей. Здесь двухъярусная кровать, как раз для нас двоих. Есть телевизор, чайник, мини-бар, туалет, душ. Фен, зубной набор, расческа, шампунь, гель для душа. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где мне сегодня ночевать. Внизу или на верхней полке? 7 июня с города Корсаков отправится первый пассажирский рейс на Ваканай в Японию. Японское судно Аврора 2. Несмотря на санкции, Япония не дружественная страна, паром будет ходить, так как судно продано третьим лицам. Цена билета в одну сторону 10 тысяч, туда-обратно 15. Чтобы попасть в Японию, нужна виза. Открыть визу можно в Хоккайдо-центре. Для оформления визы нужно загранпаспорт, русский паспорт, копии, две фотографии, билеты на руках в Японию. И также бронь в гостинице. Также нужно подтвердить доход, менее 80 тысяч рублей. И справки с банка. Мы на озере Бусе. Добирались сюда чуть более часа. Погода отличная, солнце будет сегодня жарко. Сейчас разобьем лагерь, переоденемся и пойдем вдоль берега собирать устриц. Мне выдали сапожки. 41 размер. Как я, 41 регион. Ну что ж, ребята, я в полной экипировке. Мне выдали жилет, сапоги. Сегодня солнце, но все равно берите теплые вещи. Потому что на воде может быть холодно. Ну что, наш путь начинается. Идем вдоль берега, потом на лодку и на ту сторону. Нас 6 человек туристов. Будем сегодня целый день. В туристический сезон здесь весь берег в палатках. Местные жители приезжают сюда на выходные. Жарят шашлык, собирают устриц. Теперь мы заходим в воду. Здесь мы можем наблюдать крабов мелких. Найдем, конечно, устриц. Есть еще креветки. Такие мелкие, маленькие, зелененькие. Озеро Бусе или лагуна Бусе. Это настоящий ресторан под открытым небом. Когда идет отлив посередине озера, остров обнажается. И мы можем там наблюдать усрицу. Знаешь, она думала, смоткать. Ну она вырвалась, перчатка-то одна. Я ее тоже беру, а она эта. Все. Конечно, в промышленных масштабах сбор устриц здесь и речи не идет. Ее здесь собирают в основном, конечно, туристы. И устриц уже осталось очень мало. Но погулять по воде, посмотреть крабов. Самое то. Здесь мы начинаем охоту на устрицу, трубача. Трепанк краснокнижный. Мы его брать не можем. Мы его можем только посмотреть и выкинуть. Кого нашли? Трубача. Думаю, он будет очень вкусный. Охота выглядит примерно так. Мы идем. Ногами щупаем. Ноги это руки. И щупаем дно. Если на что-то наступили, это, возможно, трепанк или трубач. Это мистер Крабс. Да, мистер Крабс из Панч Боба. Оп! Также здесь мы можем наблюдать гребешка, краба и креветку. Смотрите, ребята, белый трепанк. Если кто знает, почему он такой, ну, альбинос, напишите в комментариях. Мы сейчас пофотографируемся и его отпустим. Потому что он краснокнижный. Первый раз. За три... Вообще, я тут сколько? Восемь лет плескаюсь. Первый раз я вижу такого. Знаете, очень интересно. Вот вода ушла. Видно все морское дно. Вот все вот то, что это вот подводная жизнь. Она тут кипит, бурлит. Ну вот, очень интересное ощущение. Как будто ты вот прикоснулся к этому подводному миру. Вот. Супер. Еще хочу сказать, ребята, не жадничайте. Собрали одного, двух. И все, достаточно. Вы больше не следите. А так, пофотографируйтесь. Поснимайте. И пускай лучше остров растет, развивается. И так его мало. Здесь. За эти годы туристы, и браконьеры конечно выбили здесь узорец. Тут конечно много пустых. Очень много. Весь остров. Надо ходить, искать что-нибудь да и найдете. Вода в озере наполовину соленая, наполовину пресная. Тем самым создается такое благоприятное условие для живности. Для устриц, для трепанга и гребешка. Сегодня мы посетили лагуну Бусе. Мы здесь охотились на трубача, на устриц, на ежиков и еще кто попадется. Сейчас нас ждет гастроужин. Думаю, что все будет круто. Погода супер. Всем рекомендую. В общем, прилетел из Москвы практически специально для того, чтобы понырять на Бусе. И ребята молодцы сделали. исключение из правил видимо каких-то. Я их правда не видел. Эти правила. Вот. Дали мне гидрик и я понырял. Значит, не просто ходил, но и походил тоже. Вот. Кайфово. Увидел таких устриц, которые я вообще в жизни не видел. Даже думаю и уже, наверное, и не увижу, если сюда не приеду. Круто. Очень понравилось. Морской виноград и лопух. Уха не из петуха, а рыба сема. Гигантская устрица. Остров Сахалин. Озеро Бусе. Приятного аппетита. Музыка. Музыка. Надо снимать. Музыка. Не надо больше. Музыка. 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 прям правильная как будто бы уже лопата здоровая класс сколько она росла интересно зажаренный гребешок сыром помидорки приготовлены на костре икра морского ежа нас возили на озеро бусе ранее я тут жил работал проезжал мимо там вот увидел ну какое-то озеро то есть принципе она внимание не вызывает но сегодня вот именно показали стороны все этого озера дали почувствовать себя вот именно каким-то вот как промысловиком я не знаю то есть наш гид отвез мы весь день ходили собирали этот классных вот трубачей там мустрец просто сам туда приехав я бы этого не ну не понял то есть весь день пролетел буквально как 10 минут то есть вот именно почувствовал что ты сам добыл эту еду самую приготовил самую съел и вот буквально вот гиды которые с нами были они буквально за 20 за 15 минут создали такое ощущение как будто это давние друзья ты вот с ними занимаешься каким-то общим делом дали почувствовать тебя а вот частью команды очень здорово очень классно сегодня провели время а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я сегодня собрался ехать на Быковские пороги. Буду ехать около двух часов. Это примерно 70 километров и еще потом по кровейной дороге минут 15-20. Дорога пролегает через Долинск и поворачиваем на село Быково. Накануне в Нельзя Граме я обратился к своим подписчикам и спросил, как туда проехать. И большое спасибо, что откликнулись. На улице пасмурная погода, не жарко, 8 градусов. Прямо как будто не лето. Проехал село Амбыков, выехал на гравитную дорогу и ехать 4 километра. Ну что, я на месте. Добирался два с половиной часа с Горсакова. Я здесь впервые. За ограждение не заходить, описано. Здесь такой обрыв. Ух, как здорово. Ого, тут высоко. Быковские пороги – это целая лестница небольших каскадов, которые плавно переходят в небольшой водопад. Раньше это был очень большой водопад, но в советское время было принято решение его взорвать, для того, чтобы дать путь лососевым рыбам. Для передвижения по городу я взял машину в прокат в гостевом дворе «Третья пать». Цена за сутки – 2500 рублей. Парк автомобилей постоянно обновляется. Даже можно привезти авто из Японии под заказ. Комиссия всего – 30000 рублей. Я также очень много путешествую по России. Много был на базах именно по России. Также в командировках часто останавливаюсь в гостинице. Для своей ценовой категории очень высокий уровень. Чистая постель, чистое полотенце, чистота в номере – это первое, что впечатлило. Вроде нет излишеств каких-то, нет лишней роскоши, но все на своих местах. Просто приятно находиться, и ты ощущаешь комфорт. Ощущение отдыха, оно очень приятно. Смотровая площадка одна чего стоит, то есть это вот классно. Гостевой двор «Третья пать». Центр притяжения не только туристов, но и местных жителей. Также можно окунуться в бассейне. Практически как паротенки на Камчатке. Вода теплая, скажу я вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, ребята, начинается мой путь. Настанется «Лягушка». Ехал сюда с «Третьей пати» около 30 минут быстро. Сюда можно доехать и на такси, можно на автобусе. Если ехать из Южно-Сахалинска, то автобус 122, 174, 177. Ехать около 40 минут. Остановка «Весточка». И далее пешком еще 2 километра. На протяжении всего маршрута будете идти по деревянному настилу. Это здорово. Я вам соврал. Деревянный настил и заканчивается здесь. Дальше вверх по вот такой вот крутой дорожке. Заросли бамбучника, если я не ошибаюсь, у нас на Камчатке такое не растет. На Сахалине, на Курилах, на Кунашире я поднимался, на Менделеева. А там по таким зарослям идти около часа. И они такие прям жесткие-жесткие. Все же подъем затяжной. И по первому пути, и по второму. Я думал, пройдусь по первому, по длинному. Чтобы было полога. Но нет. Все равно вверх карабкаться. Ребята, я на вершине горы Лягушка. Гора Лягушка, одна из самых известных достопримечательностей Сахалина. Находится на острогах Сосунайского хребта. Высота 370 метров. Высота камней 8, 7 и 6 метров. Вот этот камень напоминает лягушку. Смотрите, здесь надо быть аккуратным. Здесь водится медведь, гадюка и ипритка. Но медведя мы не боимся. На Камчатке гадюки нет и ипритки нет. Будьте осторожны. Национальное корейское блюдо пянсе. Подается очень красиво. В гостевом дворе третья пать. Здесь само пянсе, соус, острый соус. Есть даже черемша. На Дальнем Востоке пянсе знают. А вот за пределами Дальнего Востока нет. Так что давайте познакомимся. Угощайтесь. Торговый центр Плаза. Здесь офис деньги для всех. И можно здесь купить красную икру и черную. Красная икра Нерки. Это с Камчатки. Красная икра лососевая. Салмоника на Сахалине вряд ли где найдете. Только в аэропорту подороже. И здесь в гостевом дворе третья пать. Нерки на Сахалине мало. Давайте попробуем. Красного-красного цвета. Здесь 130 грамм. Приятного аппетита. Сегодня у нас морская рыбалка. Отправляемся с яхт-клуба в первое пать. Катер работает как водное такси. Привезти груз. Забрать человека. Такое такси пользуется популярностью среди моряков. Какой жирный. Какой огромный. Капец. Тур морская рыбалка стоит 5000 рублей на человека. Перекус в чай и бутерброд. Бутерброд с икрой. Икра нерки. Напишите пожалуйста в комментариях. Как вы едите икру. С маслом или без. Музыка. 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 Из вашего углова повара приготовят вам вкусный ужин в кафе Третья Апатья. Дорогие друзья, добро пожаловать на Сахалин. Дорогие друзья, добро пожаловать на Сахалин. Сахалин. Дорогие друзья, добро пожаловать на 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 Сахалин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok